Ох, уже эти новомодные средства передвижения. Встал и поехал. Даже педали крутить не надо. Однако, несмотря на то, что средства индивидуальной мобильности нельзя назвать транспортом, а лицо ими управляющее приравнено к пешеходам, правила дорожного движения никто не отменял. Ребят, а вот такие бывают ситуации, что вы едете на своих гироскутерах, идет большое количество пешеходов, мамы, детей. Как ваши будут правильные действия? Как вы себя поведете? Тормозить, остановимся. Подождать, пока придут. Кажется, что... Больше терпения. Правильно. Вот так в форме беседы сотрудники ГАИ выясняли, знают ли юные брещане правила безопасности при управлении средствами индивидуальной мобильности. В ходе акции участникам к тому же были вручены информационные буклеты и фликеры. Нельзя кататься возле воды, возле речки и кататься нельзя возле дороги. Мы только здесь ездим, потому что так же если человек стоит, то нужно сказать, что мы едем аккуратно. Итоги общения приятно порадовали сотрудников ГАИ. Обрезки и школьники сдали зачет на отлично. Сегодняшнее мероприятие показало, что на самом деле знают правила дорожного движения и знают, где правильно и безопасно двигаться на данных видах передвижения. Двигаться на средствах индивидуальной мобильности, это гироскутеры, моноколеса, роликовые коньки, электросамокаты, мы можем только на пешеходных дорожках, велодорожках, тротуарах, не создавая препятствия для движения пешеходов. И уже при отсутствии данных элементов дороги можно двигаться по краю проезжей части, недалее одного метра от правого края. Это что касается непосредственно электросамокатов, роликовые коньки, гироскутеры, сигвей, моноколеса. Это только движение на пешеходных дорожках, как я уже сказала, не создавая препятствий для движения пешеходом. При покупке средства индивидуальной мобильности необходимо объяснить детям и подросткам, что это не игрушка, а несоблюдение правил безопасности может повлечь не только административную ответственность. Согласитесь, жизнь и здоровье вашего ребенка – слишком большая цена, которую можно заплатить за беспечность.